Всем привет! Сегодня я буду делать разворот в своём bullet journal, посвящённый октябрю, и хотелось бы это вам показать. Есть множество приёмов для обрисовки заголовка. В этот раз я решила использовать вот такой чёрный маркер, поверх которого вы пишете белой ручкой. Но мы ещё вернёмся к этому. Но осень вообще это очень вдохновляющая пора, особенно в солнечные дни. Даже когда ты занят и едешь куда-то в общественном транспорте, действительно приятно смотреть из окна, как солнце падает на эти золотые макушки деревьев, и как люди идут, и все вроде бы такие довольные, счастливые. Я очень люблю осень, и для меня всегда было праздником, начало учёбы, вот эта вот книжно-тетрадная пора. Снова сагитирую вас на то, чтобы полностью игнорировать стикеры и какие-то покупные материалы для оформления. Зачем? Когда можно за копейки купить большое количество листов цветной бумаги, такой же копеечный пальчиковый клей, и всё, вы мастер декора! Хочу рассказать о такой штуке, как трекер ваших привычек и трекер настроения. Я, конечно, сейчас показываю всё очень упрощённо, но это, правда, выглядит примерно так. Вы пишете привычки, которые хотите отследить в своей жизни, ну, либо ввести новые, и делаете разметочку либо на числа календарные, или на дни недели, как я это сделала здесь, просто английским буквами. А далее отмечаете, выполнили ли вы это в конкретный день или нет. Минус здесь в том, что ежедневник нужно открывать каждый день, чтобы не забыть это записать. У меня не всегда есть такая возможность, поэтому тут всё зависит от личного удобства. Также и с настроением. Грустно вам, весело, раздражены вы были весь день или сфокусированы на чём-то. Всё точно так же отслеживается каждый день в течение месяца. Каким бы отслеживанием вы привычек или настроения не занимались, пожалуйста, помните о гармонии и о том, что на вас и на ваше внутреннее состояние можете влиять только вы. Помимо работы и учёбы всегда важны три темы. Это дела, встречи и мечты. Перестаньте расстраиваться, если что-то из того, что вы планировали или о чём мечтали в прошлом месяце или в пазо прошлого месяца не осуществляется. Люди очень часто переоценивают свои силы и думают, что что-то действительно большое и сложное можно осуществить за короткий срок. Мечтайте о том, от чего действительно вы будете счастливее. Я всегда недолюбливала жёлтые и оранжевые цвета, но эта осень, наверное, первая осень, в которой я чувствую настоящее удовольствие наблюдать эти цвета вокруг себя и своей жизни. Гербарии я и раньше собирала, но жёлтые листья я полюбила впервые. Надеюсь, и для вас эта осень откроется чем-то новым и приятным. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, то хотела бы порекомендовать заглянуть в мой паблик, ссылка на который есть в описании каждого ролика. Буду ждать вас там. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!